Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. Это 250 тысяч отборных солдат Ирака. Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут за один час. Они взорвут все твои эсминцы. Всех твоих журналистов, дипломатов. Джордж, ты ковбой. Ты остановись, блядь, не кончай. Ты патроны спрячь в подачи на склад. И забудь про своего папу. У нас был один мудак. Отомстил за брата, блядь. И рухнула Великая Российская империя. И другой чудак был. За своего дедушку отомстил. И рухнул Советский Союз. И ты повторишь ту же ошибку. Ты папу забудь. Папа твой отработал свое. Ты подумай о будущем Америки. Она гибнет. Твоя молодежь бежит из твоей страны. Там никто не хочет жить в Америке. Никто. У тебя барахолка, блядь. Доллар, доллар, доллар. Это грязная зеленая бумажка, блядь. Не души, блядь. Музыки нет у тебя. Нет писателей у тебя. Весь мир слушает Чайковского, Достоевского, блядь. Фестивали, спорт. Только Россия, блядь. И Россия здесь, и раб. Вот здесь любят президента. Тебя презирают, блядь. Презирают. Твой предшественник, блядь. Клинтон, блядь. Ему шеринку растянули прямо в рабочем кабинете. Да совсем уже нужно охуеть, блядь. Чтобы какая-то проститутка, блядь, в кабинете главы государства ему отсасывала. Это что, Америка, блядь? Пиздец давно уже, блядь. Вы что делаете, блядь? Моника, блядь. Какой нахуй президент? Какая война? Какой Близневосток, блядь? Минетчики чертовы, блядь. Анонисты, пидорасы, блядь. Джордж, Джордж, посмотри каббойский фильм. Посмотрите, сколько трупов. Сколько крови, блядь. И там убили, и здесь убили. И здесь. Я тебе здесь говорю, блядь, посмотри, какое небо, блядь. Багдад. Багдад, это не Берлин. Это не Кабул. Ты никогда здесь не достигнешь победы. Потому что мы знаем этот народ. Мы знаем этого президента. Он один на всю планету. Тебя посылает нахуй. Один. Все остальные, блядь, лебезят перед тобой. Выстрелись в строй, чтобы тебе поклониться. А он один здесь 11 лет. 11 лет тебе сопротивляется ты своей мощной, хреновой экономикой. Со своей миллионной армией, со своими флотами, блядь, ракетами ни хера не можешь делать. Ты бомбишь эту страну каждый день. Ты убиваешь детей. А солдаты Ирака сидят готовы к бою. Ты боишься сюда направить своих солдат. И ты боялся 11 лет назад. Твой отец тоже боялся. А яблочко от яблони недалеко падает. Ты никогда не победишь. Это будет твое последнее поражение. Наполеон проиграл Батерлоу. И Гитлер проиграл Берлинскую битву. Ты проиграешь Багдад. Багдад твоя могила. Понял? Ты, Джордж. Сраный ковбой, тебе в Техас обратно. На ранчо, на джипе. Объезжай свои пустые земли и учи испанский язык. А Нью-Йорк уже говорит по-русски. Мы направим в Америку еще 10 миллионов русских. И изберем в Америке своего президента. А ты, Джордж, получишь хорошую камеру в бутырке. И ты никогда здесь не сможешь добиться победы. Все рабы мира, все мусульмане мира, вся восточная Европа. Москва против тебя. Москва не хочет этой войны. И тебе наш президент это ясно по-русски сказал. Не сметь стрелять по Багдаду. Лучше вместе ебанем по Тбилиси. Мы найдем цели на этой земле. Столько земли, блядь. Хочешь Австралию нахуй опустим, блядь, на дно океана. Давай, показать тебе наши ракеты, блядь. Хочешь, блядь, у нас здесь оружие, блядь. Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли. И твоя страна будет под водой. 24 часа, блядь. И вся страна твоя будет под водой. Атлантического тихого океана. Ты с кем шутишь, блядь? Ты подумай, блядь. Ты понял, чем кончил Бонапарт? Чем кончил Гитлер? Все остальные. Ты совершишь историческую ошибку. Твой папа тебе благодарен не будет. Забудь его, твоего папу. Твои генералы тебе говорят, не начинай войну. Еще не поздно. Еще 21 июня 41 года. Но если завтра утром ты послешь свои самолеты на Багдад, в твоя собственная могила, ты сам сдохнешь в этой войне. И тебя не будут хоронить, потому что ты ударишь по всей стране, по всему человечеству. 6 миллиардов людей не хотят этой войны. 6. 6 миллиардов. Ты малограмотный можешь считать? 1, 2, 3, 4, 5, 6 миллиардов. Вся планета против тебя. Ты один хочешь войны? Это, блядь, Кандализа Райс. Это получерная, блядь, которой нужен Мерин, блядь. Мы пришли сюда. У нас в Таманской дивизии, блядь, ребята ее успокоят, блядь. Успокоят в казарме за ночь. И она не будет ходить в войну, блядь. Она захлебнется в русской сперме, блядь. Из ушей попрет. Это не Моника Левинский. Она раз отсосала, блядь. А здесь так ей все отсосут, что она на карачке ползет. Американское посольство в Москве. Джордж, остановись. Комбат, ботяня. Джордж, давай в казино, в Лас-Вегас и все заканчиваем. В Багдаде все спокойно.